Всем привет! С вами Russian with Dasha. Расслабленное видео с дачи. Я пью домашний сидр. И в этом видео... Вау! Оса! Мама тоже хочет попробовать сидр. Мамочки! И в этом видео я покажу вам, зачем мы сюда приехали сегодня. Покажу, как мы занимаемся раскопками на даче, что нам удалось найти на нашей территории. Сегодня чудесная погода. В Санкт-Петербурге плюс 30. В этом году какая-то невероятная жара. Всё лето было жарко, солнечно, замечательная погода. И сегодня к нам приедут гости. Мы собираемся сделать шашлык. Покажу вам заготовки для шашлыка и поделюсь хорошим настроением. Если вы не знакомы с моим каналом, у меня есть транскрипции на русском и английском. Эти транскрипции доступны на Патреоне. И также в сентябре вас ждут новые выпуски подкаста Russian with Dasha. Не забывайте подписаться, и пойдёмте погуляем! Мой муж любит заниматься раскопками, то есть это поисковая работа. И обычно он с друзьями ездит в Ленинградскую область или в Московскую область, в заброшенные деревни. Но тут он недавно решил поискать что-нибудь на территории нашей дачи. Привет всем! Сегодня расскажу про своё маленькое хобби. Мы любим заниматься поиском артефактов. В последнее время я решил начать раскопки у себя на даче, потому что здесь до сороковых годов стояли дома. Их сожгли во время войны, и здесь больше никто не жил. Раскопки начались с этого места. Это орех, дерево. Здесь отец пропалывал это дерево и нашёл старые 3 копейки. Это конец 19 века, начало 20-го. Это там 1890-1910. Вот такой диапазон тренировочный. Эта история меня заинтересовала. Металлоискатель у меня был на даче, и я решил попробовать здесь походить, посмотреть что есть. По итогам раскопок мы тут выкопали небольшую яму. В этих местах нашли кирпич. Кирпич, скорее всего, был от печки. И вперемешку с этими кирпичами мы нашли осколки старых глиняных горшков, керамической посуды. Причём, похоже, там были интересные экземпляры, как царский фарфор. Мы нашли старый замок американские фирмы Yale. Это ещё дореволюционный замок. И также мы нашли две монеты. Номиналом 2 копейки 1896 года и 1900 какого-то, я уж точно не помню. Металлоискатель, соответственно, настраивается в большей степени на цветной металл. Это медь, серебро, там это может быть золото, алюминий. Мы сегодня празднуем день рождения папы моего мужа, то есть моего свёкра. Я хочу показать вам стол, который мы накрыли. Когда мы приезжаем, чтобы сделать барбекю, шашлыки или курицу на гриле, режем свежие овощи, помидоры, перец, огурцы и укроп, хлеб, лаваш. Здесь у нас лук и укроп, здесь репчатый лук. Оливки, которые мы купили в супермаркете. Снова то, что вырастили на даче. Разжигаем мангал для барбекю, для шашлыка. Вот, и ставим на медленный огонь. Варомат хороший. Давай ещё пока горячим. Да, я потом возьму. Во всем удачи, даже в мелочах, благополучия, огромного везения. Всегда хороших и счастливых дней и всех желаний и задумок исполнения. Ура! Вот лежу, отдыхаю в гамаке. И это ответ на вопрос, зачем россиянам дача? Конечно, она нужна для того, чтобы выращивать овощи, делать заготовки на зиму, чтобы покупать меньше продуктов в супермаркете. Ну и также для того, чтобы просто отдыхать. Я в этом году была на даче только три раза, но каждый раз я ухожу от всех, ложусь в гамак, иногда засыпаю. И именно это для меня является самым классным типом отдыха, когда я могу просто поспать на природе и наполниться новой энергией, новыми силами. Пока я лежала в гамаке, меня ужалила оса. Чешется и немного зудит, но мне лень вставать, поэтому я стану здесь и просто буду отдыхать. Постараюсь не обращать внимание на неприятные ощущения. Каждый раз, когда на даче отмечается праздник, кто-нибудь предлагает пойти на пруд порыбачить. У нас здесь нетипичная дача, обычно на дачах нет пруда, но так получилось, что на нашей территории есть пруд. И вот заядлые рыбаки берут в руки удочки и идут на рыбалку. Пойдемте посмотрим. Так, оказывается, у нас тут не просто рыбалка, но еще и поиск сокровищ. Конечно, выловленная рыба отправляется обратно в пруд, а я иду смотреть, что делает Никита. Что нужно, чтобы заниматься раскопками? Как это называется? Кирка? Кирка. Кирка, лопата. Нормально. Сейчас такой сундук с кладом. Короче, вот эти чашечки нам помыть. Кусочек иконы. Вот еще нашли кусочек керамики. Пока я ходила за чаем, нашли вот такую штуку от керосинки, керосиновой лампы. И, по-моему, тут написано брейнер. Первые буквы не понимаю, но последние написано брейнер. Так, нашли монетку. Вот сейчас отмываем в пруду. Ну, давай, показывай. 1888-й. Одна копейка. 1888-й год. Копейка. Пошел к нам был с монетами. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай-давай. Опа. Кусочек, горшочка. Не императорский? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А красное вон там что? Это кирпич. Это красное дерево. Ха-ха-ха. Палисандр пошел. Ха-ха-ха. Никита, аккуратнее. По поводу... Ты чего? По поводу суд? Нет. Что там такое было? Это просто железо какое-то. Что это? Ха-ха-ха. Что это? Что это такое? Баллон? Какая-то здоровая штуковина. Кирпич? Ну... Это кирпич, да. О! Пойдем. Тарелка? Покажи под камеру. Миксок. А-а-а. Что это? Пол горшочек. Достань его. Большой горшочек. Вау. Вау. Еще одна находка. Металлический подсвечник. Металли. Ну... Продолжение следует... Продолжение следует...